У микрофона Наталья Тарасова за звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Здравствуйте те, кто к нам присоединился. Мы продолжаем наш эфир, который сегодня посвящен памяти жертв геноцида армян, греков и осирийцев в 1915 году. В первой половине часа у нас было интервью с представителями осирийской диаспоры в Ростове, организации «Дети Осирии», и они высказали такой очень жизнеутверждающий тезис, что нужно делать, чтобы сохранить свой народ, нужно изучать свою культуру, нужно знакомить с ней другие народы, помогать тем, кому нужна помощь, и главное объединяться, объединяться и в радости, и в горе. Сейчас в этой студии представители армянской диаспоры Вадим Арутюнов. Вадим Арутюнов – востоковед, блогер, автор фильма о современных событиях в Сирии «Армянский след». Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Я попозже представлю еще одного нашего гостя, который живет в Ростове с недавних пор. Ну а сейчас мы начнем наш диалог с Вадимом. Вадим, насколько армянская диаспора, на ваш взгляд, следует вот этим принципам, о которых я говорила? Действительно ли вы держитесь друг друга? Как вам это удается? Расскажите. Именно благодаря этим принципам, которые вы перечислили, на сегодняшний день и живет вся мировая армянская диаспора, и благодаря этим принципам она жива до сих пор. Это самая армянская диаспора. Шутка ли, полтора миллиона армян – это почти половина населения тогдашней Османской империи, на территории которой жили армяне и находится нынешняя западная Армения, было уничтожено. Остальные были изгнаны из своих родных мест. Да, действительно, принято 24 апреля называть днем геноцида, памяти геноцида армян. Но часто очень замалчивают и геноцид тех же ассирийцев, понтийских греков, а еще езидов, а еще русских молокан. Те оставшиеся, те же русские молокани, которые нынче живут в Турции, их очень мало сейчас, они практически, если вы начнете с ними говорить, они будут с вами говорить на турецком языке, у них турецкие фамилии. Это те, которые остались там. То есть были какие-то для них специальные условия, хотите жить, хотите выживать, чтобы ваши дети и жены были живы и здоровы, значит, вам нужно принимать какие-то наши условия. Так вот, я хочу сказать, что из тех полтора миллиона армян было очень много вырезано представителей интеллигенции. Кстати говоря, с них все и начиналось в Стамбуле. То есть это сливки были армянского общества, это писатели, композиторы, общественные деятели, политики. И, а потом уже началось уже в окраинах, то есть в той самой западной Армении, где было вырезано уже обычные граждане, крестьяне, мирные жители, которые никому не мешали. Это были и дети, это были и женщины. Ну и по пути в Сирию очень много погибло населения от голода, от зноя. Часто говорят о том, что молодежь не интересуется своей историей. Наверное, это было всегда. Молодежь интересует то, что происходит сейчас и то, что будет потом. Когда вы узнали о том, что происходило в те времена, сто лет назад, и когда вы заинтересовались по-настоящему этими событиями? Ну, на самом деле, я не могу похвастаться тем, что я об этом узнал в раннем возрасте, хотя бы потому, что я родился все-таки в СССР. Об этом не принято было говорить в СССР громко. И родился я не на территории Армении, я родился на территории Азербайджана, в городе Паку. Сам, кстати, беженец из этого города. Тоже дальнейшие события. И об этом я узнал уже, когда начал учиться в Институте стран Азии и Африки, востоковед по специальности. И по курсу мы все это проходили. Да, возможно, мне должно быть стыдно, что я и раньше об этом не знал. Но вот как бы так. Потом, естественно, я стал внедряться во всю эту тему. Изначально я-то и знал, что, да, действительно было уничтожено именно Армяне. Когда углубился в тему, я понял, что там не только Армяне, но и представители вот этих народов, о котором мы с вами сейчас говорили. А как все-таки сегодня сохраняется история? Как детям правильно описать эти события и эту память сохранить? Слава Богу, сейчас и неармянами писаны, и очень много книг переиздаются. И издаются новые книги, и переиздаются. Ведь в начале 20 века и на протяжении 20 века во многих странах мира было много сказано об этом. И были еще живы очевидцы. Сейчас их практически не осталось. Единицы где-то в разных странах мира старики. И все это на полках, пожалуйста, можно где угодно приобрести в тех же библиотеках. Иной раз мы слышим, со стороны Турции они требуют какого-то доказательства. А сколько еще может быть доказательств? Полно архивных документов, фотографий. Ватикан недавно рассекретил тоже свои документы по геноциду армян, которая у них тоже долгое время хранилась. А какие еще могут быть тут доказательства? Доказательств много. Зачем нужно тем же армянам, ассирийцам, понтийским, грекам и другим клеветать на Турцию? По-моему, нет какого-то интереса вот именно на Турцию клеветать. Есть, пожалуйста, все, и также и молодежь узнает, и от родителей своих, и от дедушек. Ведь на той же территории России сейчас очень много потомков, спасшихся с 15-го года. И все это им передается из уст уста. Поговорите с любым армянином, например, у каждого третьего армянина предки откуда-то из Карса, из Вана, из Трабзона, то есть из тех городов, которые сейчас находятся на территории той же Турции. Армянская диаспора, наверное, самая многочисленная в Ростове-на-Дону, в Ростовской области. Возможно, да, она вторая по численности после русских, но я бы не сказал, что их тут очень много. Это так кажется, что много их свыше, ну, по официальным данным, их свыше 100 тысяч, насколько мне известно. Но большинство из них, конечно же, это не потомки переживших геноцид. Ну, всем известно, да, как здесь возникла армянская Донская диаспора. Это выходцы из Крыма в 1778-79 годы, когда с помощью того же графа Суворова, кстати, наполовину армянина по национальности, его мама, княжна Манукова, крещенная в Русской Православной Церкви. И, значит, по приказу той же Екатерины II, они были переселены из Крыма на Дон. Но не все семьи были переселены, кто-то остался, например, та же семья Ивана Константиновича Айвазовского, мариниста, который так и остался в Крыму. Переселения, связанные с геноцидом армян, насколько они были многочисленные? Практически вся мировая диаспора, армяне, конечно, жили по миру и до этих событий, но современная армянская диаспора по миру, она распространена из-за вот этих событий, которые произошли в начале XX века в Турции. Я имею в виду особенно такие страны, как Сирия, Ливан, вообще Ближний Восток, Египет, да и Латинская Америка. С кем не поговорить, все потомки вот спасшихся армян тех самых событий в начале XX века. Наверное, в каждой стране есть армяне? Да, практически в каждой стране, даже в таком микрогосударстве, как Свазелент, который окружен вокруг Южноафриканской республикой. Вы общаетесь с этими диаспорами? Я несколько раз в год езжу по разным армянским диаспорам. Недавно я побывал и в Малайзии, и в Сингапуре. Мы сняли фильм об истории армянской диаспоре, которой уже скоро 300 лет. И вот к этому событию выйдет в мае этого года уже совсем скоро фильм об истории армянских диаспор Малайзии и Сингапура. До этого я ездил в Стамбул, в Дамаск, в Соединенные Штаты Америки, но еще все впереди. Ну вот интересно, как они отличаются? Я понимаю, что этих отличительных особенностей, наверное, много, но если сравнить, допустим, американских армян и русских армян, есть какие-то такие интересные наблюдения? Ну, менталитет, главным образом. Менталитет, конечно, отличается, но, вы знаете, есть даже и внешние отличия. Например, старейшие армянские диаспоры в Юго-Восточной Азии, где я недавно побывал, там я встречал армян с китайскими именами, с китайскими фамилиями, но они называют себя армянами, они крещены в армянской церкви. Некоторые из них носят армянские имена, но при этом китайские фамилии или наоборот, а начинаешь с ними говорить, они рассказывают о том, что их прадед или какой-то еще там пращур был армянином. И вы знаете, вообще, очень модно было быть христианином в Юго-Восточной Азии. Я не знаю, почему, в той же Мьянме и в том же Сингапуре, там, кстати, живут китайцы-христиане. И когда они узнают, что их предки были армянами, они с удовольствием принимают христианство именно в армянской церкви, берут какое-то крестительное или, как правильно, крещенное армянское имя и становятся какой-нибудь Барсек Джоу или Дзяня Аракелян. Это совершенно нормально. И, значит, сохранились там армянские объекты, улицы, которые так и называются Армениан Стрит, в том же Сингапуре или на Пенанге, где я бывал. В честь этих самых первых переселенцев армян носит также улицы их имена, Саркисроуд, Галустроуд и так далее. В том же Гонконге также, где есть Хачек Роуд, кстати говоря, да. Так что эти, конечно, армяне не пережили геноцид, они знают это все из книжек. К счастью, их предки тоже на то время не проживали в Османской империи, их предки занимались купечеством, проживали тогда в Индии, на Сиаме. И, как бы, вот их потомки так и живут. Но, конечно, слышали они о геноциде, они поставили на территории армянской церкви Хачкар память о погибших в Османской империи. Ну, вот как бы так. Спасибо вам огромное. Напомню, что у нас сегодня в гостях Вадим Арутюнов, востоковед и представитель армянской диаспоры, блогер, автор фильма, о котором мы поговорим сегодня. У нас в студии также студент Али. Я хочу, чтобы, Али, вы немного рассказали о себе, свою историю. Расскажите, как вы приехали в Ростов, когда... Да, давайте скажем, я вас перебью. Али чуть больше года только учится в Ростове. Это вот такой вот, если так можно выразиться, экспонат живой из тех самых армян, которые были исламизированы. Кстати говоря, они только армяне, некоторые греки были исламизированы. Вот. Ну и постепенно, вот уже в 21 веке, потомки вот этих самых исламизированных армян постепенно возвращаются в лоны церкви и приобретают армянские имена. Ну, давайте дадим ему слово. Здравствуйте. Меня зовут Али. Я немного вам расскажу сейчас свою историю. Я как-то родился, говорят сейчас Армении, на западном Армении я родился. Там как-то мне было два года, у меня дедушка умер, только бабушка, которая мне рассказала, я их вам расскажу. Бабушка рассказала, у меня дедушка, его зовут Аганес. Но как-то во время геноцидов много людей убивали и много бежали из Сирии или в других странах. Так-то у кого в этом времени, во время геноцидов были деньги и возможности, они поехали в других странах. Но у кого денег не было, они встали там и начали жить. Или они сказали турки, вариант им дали. Если вы не поменяли религию, имя, фамилия, все, тогда вам тоже будем убивать. И поэтому они имя, фамилия все поменяли. У меня дедушка, его зовут Аганес, он был, его, Роза, турецкое имя. Бабушка Икнар, его зовут был Халисе. И начали люди как мусульманы жить. Но никак-то я не был меджет, семья, родители, родственники тоже не были. Не ходили туда? Но мы не знаем, только люди знают, мы мусульманы, но... Да, много, кстати, случаев было, когда были такие крипто-мусульмане. То есть, они для всех были мусульманами, но в сундучках где-то иконы прятали, крестики и так далее. И это передавалось из поколения в поколение. Даже как-то мы древние жили, восточные, которые сейчас там война есть, курды и турки воюют, там опасные места. Там не можем сказать даже слово Армении. У нас родственники, родители очень боялись. Туркие солдаты могут слышать, где шпионы есть. Как-то у кого говорит слово Армении, сразу они сказали, тихо, тихо. И еще я видел бабушке руки, как татуировка, маленькие точки. И я смотрел, другие родственники, девушки, женщины тоже есть эти точки. А что это значит? Я сказал бабушке, что это, спросили ей. Она отвечала, сказала, во время много у кого убили. И мы еще молодые, мы думали, если это наши родственники, девчонки, будут эта точка, они следующие. Например, мы не увидим их, уже будет возраст большой. И как можем узнать друг друга? Это если точка руки, увидим символ, это значит наша семья. У нее много, у нее дядя, они были там в этом городе, олигархи, хорошие люди, все знали. Бабушка рассказала, мой дядя поехал в Америку. Сначала в Москву, потом у них два дядя, один дядя остался в Москве, другой поехал в Америку. Там жили немного, и потом отправили оттуда письмо. И сказали, переходите сюда, мы забираем тут хорошо все, которые в Америке живут. Но сначала это письмо забрали тюркие солдаты и читали. Нам не разрешили поехать туда летом. И потом через несколько год ее брат поехал, как сказать, нелегальная граница с Турцией. Сказали, давай поедем быстро в Америку. Там тоже не могли, не успевали. И до этого времени мы и они контакт закончили. Не можем искать их. Мы старались, чтобы они где государство даже письмо написали. Но турки всегда разрешили, мы вместе встретимся. Не хотели, мы с ними будут контакт. И у меня много родственников живет обычно Европа. И Турция тоже есть, но остальные Европа живут. И иногда встретимся с ними. Мне жалко. В Турции как-то я жил, я не мог сказать в душе. В унитуре всегда жили. Я всегда хотел кричать, я армейник. Я жил, хороший город, красивая природа. Да, все хорошо. Это раньше был, кстати, греческий город. И как-то турки и греки воевали. Это уже остался турецкий город. А ваши ближайшие родственники живут сейчас в Турции? В разных городах. В разных городах турецких? Да, в разных городах. Европа еще. Вы приехали в Ростов, чтобы учиться? И хочу, если тут все хорошие, идут жить. Мне нравится Россия. Я как хочу, так живу. Чувствую себя свободно. На улице все могу сказать, я армейник. Да, так. А где вы учитесь? Я учусь в ЮФО. Кем вы будете? По какой специальности? Туризм. Туризм? Да. Вы говорите по-армянски? Нет, я не говорю армянски. Тут было мне, я как-то армейник говорю, сначала мне задают первый вопрос, ты знаешь армянский язык? Я не знаю, у кого говорит, ну, будешь учиться, у кого говорит, тогда ты не хороший армянин. Но я всегда, я сказал, хороший армянин, который говорит армянский язык, это характер не меняет, чтобы ты должен армянский язык знать, тогда ты хороший армянин. Везде есть хорошие, плохие люди. Даже в Турке тоже есть. Есть в Турке, говорят, для Армении очень хорошо говорят. Есть и турки, которые не отрицают геноциды, таких все больше и больше. Да, как-то, например, Гранд Тик, в Турции был армянский известный журналист. Убивали его. Там много турок, я вижу, митинги сказали, мы армяне. Да, я хотел бы еще обратить на это внимание, 6-го, по-моему, января, да, или, ну, где-то в начале января в Стамбуле проходит марш памяти Гранда Динка. Это турецкий журналист армянского происхождения, который был убит в Стамбуле. И вот в его память проходят митинги ежегодно, где собираются тысячи, и это далеко не все армяне. Там очень много и самих турок, и курдов, и они носят, значит, слоганы, мы все гранты, мы все динки на турецком языке. То есть, вот, это вот подтверждает мои слова, что, конечно, вот 21 век среди турок все больше и больше настроений таких, чтобы все-таки Турция признала геноцид армян, но еще и больше и больше просыпаются те турки, которые знают, что их предки были армянами. У вас ведь два имени. Вы Али и Гаспар. Гаспар, да? Гаспар. Да. Ваше новое имя христианское. Да. Больше мне нравится. Вам больше нравится Гаспар? Да. Как вас зовут ваши друзья здесь, в Ростове? У кого говорит Али, у кого говорит Гаспар. Это все равно мне, потому что это тоже мое имя, поэтому нормально мне. Спасибо вам большое, Гаспар. Вадим, ведь вы же тоже не говорите по-армянски. Ну, я зато, в отличие от Али, все понимаю по-армянски. А почему вы не говорите по-армянски? Ну, знаете, я же тоже потомок армян, которые из Баку, из Азербайджана. У нас, в принципе, и выбора-то особого не было. Во-первых, не было армянских школ в Азербайджане. То есть, нам предлагалось, альтернативы другой не было. Либо вы учитесь в русской школе, либо в азербайджанской. Ну, учились в русской школе, альтернативы больше никакой не было, поэтому, по-моему, я неплохо говорю по-русски, я даже неплохо говорю по-азербайджански, но вот по-армянски я говорю, но очень плохо. Поэтому предпочитаю молчать и слушать. Вы знаете, у нас не так много времени до конца эфира, оказалось, осталось. Очень быстро прошел эфир. И я хотела бы немного поговорить о вашем фильме, который вышел уже больше года назад. «Армянский след» – это фильм о событиях, современных событиях в Сирии, о том, как живут армяне в Сирии. Расскажите немного о нем. Ведь вы не думали, что вы будете делать этот фильм. Вы не собирались его делать. Абсолютно не думал я об этом, потому что у меня цель была другая. Когда я ехал в Дамаск, это была конференция, международная конференция. Сирийцы пригласили представителей из разных стран, чтобы те могли приехать своими глазами, увидеть, убедиться, что Асад здесь ни при чем. Все, что творит плохое на территории нынешней Сирии – это так называемое исламское государство, запрещенное в России, и Джабхат Ан-Нусра. Все это нам показали. Мы много поездили, бывали и в освобожденной Маалюле, где древнейший христианский монастырь. Ну, естественно, там я встречался и с армянами. А как же без них-то? Армяне в Сирии – это как армяне в Ростове-на-Дону. Знаете, там очень часто их можно встретить. Ну и по ходу дела пришлось мне их тоже снимать. Причем это я нигде не собирался показывать. Так, чисто для себя. Это даже можно будет по кадрам увидеть, потому что там нет никакой профессиональной камеры. Что-то на телефон было снято, что-то на обычную видеокамеру. Ну, а потом, когда я приехал и рассказал здесь все, что я там видел и слышал о тех же армян, о тех же арабов, мне посоветовали, а почему бы все это не смонтировать и не рассказать, да, видео рядом этим всем. Ну, как бы вот так вот идея и пришла, так и родился фильм. Кстати говоря, это и была отправная точка, из-за чего я потом начал снимать армянский след в разных странах мира. Когда следующий фильм выйдет? В мае, я вам говорил, в мае он выйдет уже где-то в середине. Это тоже будет Сирия или это уже другая страна? Нет, это уже будет Юго-Восточная Азия, так что вот так. А осенью мы увидим уже Иран. Исламская республика Иран о жизни христианских общин, в том числе армянских общин, на территории Исламской республики. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в нашей студии были Вадим Арутюнов, востоковед, блогер, автор фильма о современных событиях в Сирии. Армянский след, а также студент Южного федерального университета Гаспар, спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили.